Почему вообще любая Абель-Круппа как-то получается, как прямая сумма вот таких вот, основная теорема об Абель-Круппах? Она доказывается действительно несложно. Как бы вы ее не доказали, понятно, что у вас есть только пример, но у вас нет точного понимания, что вы все. Так вот, давайте я вам сейчас эту самую основную теорему об Абель-Круппу покажу. Я надеюсь, что мы сейчас... Это есть теорема Абеля, Дмитрий. Что? Это не теорема Абеля. Нет, конечно. Нет, нет, нет. Теорема Абеля, это аквабель, есть ли теорема Абеля, вообще не серьезный дематик, он очень много интересного доказалось. Нет, это... У нее есть официальное название. Основная теорема Абеля. Основная теорема Абель-Круппу. Я не докажу, сначала на примере 12. Понятно. А потом объясню, как она делается в общем виде. Смотрите. Вот у вас есть какая-то другая Абель-Круппа. Вы знаете, что она состоит из 12. Отлично. Ну, один из них, понимаете ли вы, что остальные элементы можно просто взять и выписать через их. Можно? Можно. Отлично. Это будут элементы А1, А2 и так далее. Хорошо. Понимаете ли вы, что можно рассмотреть такие вещи, как А1, 2А1, 3А1 и так далее, минус А1, минус 2А1 и так далее. И здесь тоже самое. Каждый из них, если вы в целом кифте. А также можно рассмотреть всевозможные такие суммы. То есть, на что я намекаю? Я намекаю на существование такого упражнения. Х1А1 плюс Х2А2 плюс и так далее, плюс Х11А2. И так далее. И так далее. Господа, любому набору из 11 целых чисел. Внимание, как эти наборы между собой складываются. Очень просто. По координатам. Если есть один набор из 11 целых чисел и другой набор из 11 целых чисел, то просто отдельно сложить по первой, второй по 11. Вот любому набору можно сопоставить вот такой элемент. Заметим, это элемент группы Ж. Потому что А1 на 2 и так далее, А11 это были элементы группы Ж. Значит, у меня есть прямая сумма 11 экземпляров группы целых чисел и отображение в группу Ж. Вот это называется гомоморфизм. Согласны? Да. Ну, коротко записывается так. З в 11 степени. Кстати, мне не так важно, в какой, на самом деле, это не имеет значения. З в какой-то там степени отображается в Ж. Обратите внимание. В элемент А1 перейдет набор 1, 0, 0, 0, 0. В элемент А2 перейдет набор 0, 1, 0, 0, 0. И так далее. Кстати, многие наборы в А1 могут перейти не только на 1 и все нули, а еще что-нибудь. Но важно, что в каждый элемент группы Ж хоть что-нибудь и перейдет. Согласны? Итак, это гомоморфизм. Как любой гомоморфизм, он обладает ядром. Что такое ядром? Гомоморфизм. Ядром комоморфизма – это все, что переходит в нулевой элемент группы. Замечательно. Давайте это ядро обозначим, как положено обозначить ядром. Буквами Кер. И сейчас я пишу такую вещь, что З в 11 степени, профакторизованная по ядру, это и есть наша гомоморфизм. Значит, если мы с вами разберемся, каким может быть фактор группы, прямой суммы нескольких циклических групп, по любой подрубке, то мы тем самым разберемся и с любой альтерой группой. Значит, посмотрите, пожалуйста. Ведь ядро – это просто какая-то подгруппа в этом самом взаимодействии. Ну, не то, что какая-то совсем уж любая. Нам нужно, чтобы фактор группы состояла ровно из 13 элементов. Так вот, я сейчас сделаю следующую штуку. Я посмотрю… Давайте я… Я говорю долго. Я говорю… Итак, К – это подгруппа в Z в какой-то там степени. К – любая подгруппа в Z в степени… Омега. Омега – это восемь бесконечных обозначается. Z в степени M. Отлично. Меня интересует, как можно понять, что это такое. Для того, чтобы вы это хорошо поняли, давайте я сделаю так. В конце концов, что такое Z в степени M? Это наборы из M целых чисел. Согласны? Отлично. А давайте-ка я просто представлю себе, что у меня все элементы из K выписаны просто от единства других. Дело в том, что Z в степени M – это счетное множество. Щетное множество, все понимают? Множество, элементы которого можно выписать через битву, да? Почему Z в степени M – счет? Потому что, смотрите, у вас есть плоскость и то, что тут целые координаты. Как вы можете их легко пересчитать? Можно просто начать и пойти вот так вот. Понятно, да? Вот такой вот спиральный происходящийся. Замечательно. Множество Z в квадрате столько же содержит сколько N или если угодно столько же сколько Z. Итак, кто знает, что такое счетное множество, тот меня сейчас понимает. А кто не знает, там в основном все бесполезно. Вообще, ребята, надо просто вытрукнуть. Тем, кто не знает, узнать, что такое счетное множество. Тогда это будет понятно. Итак, Z в степени M – это счетное множество. Значит, любое множество счетного множества – счетное. Значит, вот это счетное. И мы делаем очень просто. Мы выписываем строчку за строчкой все элементы. Понятно? Или нет? Да. Я выписывал один элемент множества K. Второй, третий, четвертый. И так и все. И у меня получается таблица. Смотрите, с какого вида. Она имеет верх. Она идет вниз до бесконечности. И каждая строчка – это M целых чисел. Причем, внимание, сумма двух строчек где-то там тоже есть. Разность любит двух строчек. Что? Есть. Отлично. А вот теперь я буду потихонечку преобразовывать эту таблицу. Я буду потихонечку ее улучшать. Делается это и так. Я смотрю, чему правильно наибольший общий делитель на чисел всей этой таблице. И добьюсь, чтобы этот самый наибольший общий делитель оказался вот здесь. Давайте подумаем, какие операции в этой таблице разрешены. Поменять стоки. Посмотрите. Любые две строки можно поменять. Потому что от этого зависит только преобразование. И еще очень важная вещь. Если у вас какая-то строчка является, скажем, суммой двух других, то эту строчку можно просто выкинуть. Потому что если мы знаем, что это входит в ка, и это входит в ка, значит и сумма входит. Да и разность тоже может быть. Итак, представьте себе, что наибольший общий делитель всех чисел таблицы – это некоторое число Т. Я сейчас должен объяснить, как такими преобразованиями сделать, чтобы здесь оказалось число Т. Давайте какую-то задачу для вас. Представьте себе, у вас есть такая бесконечная таблица. У любого бесконечного множества можно взять наибольшую общий делитель. Это некоторое число Д. Задача – докажите, что на самом деле где-то там в этой таблице число Д есть. Ну а тогда при помощи перестановки столбцов мы просто сделаем, чтобы это Д оказалось в левом верхнем углу. Почему же это для левом верхнем углу? Алгаритм не вкрытым. Алгаритм не вкрытым. Берем. Ты все сказал уже? Чтение? Сейчас, Саняш, мы берем не в твой момент. Ты… Это Д, ума, одна, это К. Да. Берем не меньше К. Берем какую-то толку и вычтение. Это действительно вкрытый. Больше общий делитель и всех этих чисел. Недобычно, но так и есть, да. Заметим, что существует два числа, которые… Ну, которые кроме Д всегда просто? Не обязательно. То есть непонятно, почему. То есть они существуют, но это надо доказать. Дело в том, что… Нет, смотри, можно легко придумать, скажем, числа 6, 10 и 15. Нет. Нет. Какое Д? До единицы. У чисел 6, 10 и 15 до единицы. Но когда вы верите на 2, наибольший общий делитель больше не верится. Нет. В нашей таблице, какого мы верите, у нас на 2, я-то знаю. Ну, рассмотрим 2 числа. Нет, если у нас уже 10 и 15, то в этом общий делитель будет больше. Какое? А, единица? Нет, нет, не решили. Следующий. Не надо пытаться ее сразу, что называется, до конца решать. Рассказываю. Необязательно сразу сюда ставить д. Смотрите. Можно взять, просто выделить первый столбец. Вы понимаете, что если в первом столбце есть никакое число х, никакое число у, то спокойно можно считать, что и х плюс у, и х минус у. Правильно? Да. Как называется множество целых чисел, которое вместе с любыми двумя числами содержит сумму их разности? Множество идеалов. Множество целых чисел, которое вместе с любыми двумя элементами содержит сумму их разности. Вспомнили? Идеалов. Каким свойством обладает идеал в кольце целых чисел? Любой идеал. Любой идеал в кольце целых чисел. Какие бывают идеалы в кольце целых чисел? Ноль. Просто ноль. Множество состоящее из того числа. Бывает. Ноль, один, два и так далее. Бывает, бывает, бывает. Все целые числа. Все черные. Делящиеся на три. Делящиеся на три. Как это называется? Множество всех чисел, ну скажем, ноль. Ноль мы так обозначали вот так. Как нам обозначали множество всех целых чисел? Вот так. Всех черных. Так. А, множество всех целых чисел кратных какого-то числа? И это назывался главный идеал. Берете первый столбец. Числа, которые в ню образуют идеал. Мы знаем, что кольцо целых чисел – кольцо главных идеалов. Значит, это будет идеал какой? А? Фу. Пророжденный каким-то числом я. Так? Все. Они все будут нули. Слушайте, а что значит, что они все нули? Такое же такое бывает или не бывает? Бывает. Что вот здесь вот кольцо нули. Бывает. Но тогда… Сподвесно несет информацию. Тогда в фактор группе будет слагаемая цепь. Фактор не будет конечным. Он будет бесконечным. Потому что если здесь все нули… Повторяю. У меня идеал главный… Значит, это или ноль, или все кратные. Какое-то число рент. Ну, давайте, например, посмотрим такую ситуацию. Если здесь просто нули. Это значит, что никаких здесь элементов кроме нуля… У всех не сделали. Значит, когда будет рассматривать фактор, то вот первое, это z, никак не факторизуется. Это значит, что у нас просто этот первый z выделяется в качестве отдельного слагаемого. Понятно? И тогда фактор будет бесконечным. Хорошо. Хорошо. Такое возможно. Теперь, если здесь все-таки не ноль, а здесь все какие-то кратные числа n, n, там, 2, n, 15, n, минус 60, n, то вы можете сделать еще простую вещь. И вот эту строчку к каждому из этих нужное количество раз, скажем, здесь 60 раз прибавить, здесь один раз вычесть, здесь два раз вычесть, здесь 15 раз вычесть, и сделать, чтобы все вот эти числа стали нулями. Эти строчки, конечно, все, я не могу сказать. Эти все стали нулями, а здесь осталось число n. Представили? Ты меня? Да. Представили, отлично. Итак, все вот это вот стали нулями. Как мы делаем? Что? Как мы делаем? Ну, читаем. Я уже сказал, если здесь у вас был какой-то k, n, то вы вот верхнюю строчку k раз вычитаете из этой. Понял? И здесь тоже столбом. Итак, везде стали нулями. Здесь у нас какая-то таблица. Интересное включение таблицы. И здесь начнут. Хорошо. А здесь число n. Дальше два варианта. Либо у вас все эти числа делятся на n. И что тогда? n тот самый d. Это тот самый d, да. Либо есть какое-то число, что? Не деляющиеся. На n не деляющиеся. Отлично. Но самое простое, если вот здесь вот есть число, которое на n не делится. Вот здесь вот есть какое-то число x, которое не делится на n. Делим его составом на n. Столбец. Столбец. Нужное количество раз вычитаем. Здесь получаете число, которое больше нуля, а меньше n. И после этого эти два столбца меняем. И здесь получился меньше. При этой неделе. Вот. Значит, если здесь число не делится на n, то мы сумели здесь получить меньшее число. Отлично. Если они все делятся на n, то мы вот этот столбец, нужное количество раз что? Вычитаем. Вычитаем. И они все во что превратились? В нули. В нули. Отлично. А теперь пусть здесь есть какое-то число, которое не делится на n. Что вы тогда будете делать? Мы берем вот эту строчку и прибавляем ее сюда. Тогда n не пострадало, потому что это было нуля. А это число стало не делиться на n. И дальше мы его опять с остатком делим на n, понимаете? Получаем здесь число меньшее n большее нуля и переставляем до столбца. И в результате это число уменьшилось. Но бесконечно уменьшаться числа не могут. И значит, рано или поздно здесь что окажется? D. Здесь окажется D. И все числа здесь будут делиться на n. А здесь все 0. И здесь все 0. И здесь, ребята, вы поняли, что произошло с шагом лица? У меня получилась новая таблица. Мысленно D. Понятно, да? По сути, это только диагональ как можно? Абсолютно верно. Я в ней так же сделаю. И здесь получится какое-то новое число. Давайте его обозначим S. И здесь будут все 0. И S будет обладать, знаете, каким свойством? Что оно делится на D. А потом будет что? Следующее. Следующее. Диагональ как упрется? Ага. Во-первых, она может упереться не обязательно. Она может упереться в то, что здесь все столкновые. Такое тоже будет. Или упереться вот сюда. Так вот, ребята. В какой-то момент либо здесь будет несколько столцов из только нулей. А когда столкнется нулей, помните, что это выделяется отдельное слагаемое Z. Или оно придется сюда. В любом случае, мы сейчас с вами показали замечательную совершенно диагональ. Абилова группа. Это несколько Z. Это соответствует тем столцам, которые нулевые. одно или несколько. А также Z, D, Z, S и так далее. Которые соответствуют вот эти вот диагональ. При этом правило такое, что S делится на D, следующее число делится на S и так далее. То есть каждое следующее число делится на D. А дальше что это? Вземнопростых нет. Да? Нет, это не вземнопростых. А дальше все просто. Дальше мы говорим, что вот эта самая D разлагается на степени простых чисел. И, соответственно, применяем китайскую теорему обостатку. Вспомнили даже что это было? Применяем китайскую теорему обостатку. То есть у нас получается, что... Ну, собственно, все. Собственно, все. На самом деле надо бы еще доказать теорему по единственности этого набора. Вот эти вот числа там D, S и так далее. И количество у них вот Z, на самом деле однозначно определяется аминовой группой. Это делается ведьмом. Для этого, вот скажем, чтобы понять сколько у вас вот этих штук, надо сделать так. Нужно умножить все элементы группы на какое-нибудь большое число, чтобы замулить вот эти вот компоненты. И, соответственно, посмотреть, что называется, что осталось. Потому что осталось у вас после этого прямая сумма нескольких бесконечно циклических групп. Чтобы объяснить, что их количество является инвариантом, на самом деле легко делается. Потому что вот когда вы берете Z плюс Z, ну или так, может быть, и так далее. Вот у вас получается P квадратный элемент. А если здесь было 3, то получился бы P квадратный элемент. И так далее. То есть сколько было Z, столько будет и элементов. Значит, это количество является инвариантом. Ну и здесь тоже надо подумать немножко, посмотреть уравнение, сколько решений и так далее. Ладно. Ладно.